Спешу поделиться с вами новым видео. Это один из народных способов чистки швов между кафельными плитками от грязи и грибка. Возвращаю затирки, первоначальный вид. Способ этот проверенный и простой. Такие компоненты, как сода, уксус и лимонная кислота всегда дома под рукой и работают по отдельности очень хорошо, все мы это знаем, а объединившись помогут почистить швы между плитками. В емкость наливаю 200 мл теплой воды. Добавляю 3 столовые ложки с горкой пищевой соды. Перемешиваю, чтобы сода растворилась. Затем добавляю 1 столовую ложку жидкого моющего средства для посуды и 1 столовую ложку лимонной кислоты. Высыпаю не все сразу, а понемногу, так как к химической реакции поднимается пена. Жду, когда пена немного осядет и добавляю 5 столовых ложек 9% уксуса. В ванной силиконовый герметик со временем изменил цвет, порозовел. Нанесу эту смесь и оставлю буквально на 10 минут. Также нанесу смесь и на шов с образовавшимся от влаги корепком. Оставлю тоже на 10 минут. А пока перемещаюсь в прихожую. Затирка между плитками, выложенными на полу, в прихожей загрязняется. А если она еще и изначально была светлая, то грязный выглядит совсем неэстетично. И просто мытье полов не помогает. Нужно уделить время именно швам. 10 минут прошло и влажной губкой немного потру шов с силиконом. Розовый цвет исчезает на глазах и силикон снова бесцветный. Ну и грибок, конечно же, тоже моментом отмылся. Теперь с помощью зубной щетки, мне так удобно, наношу смесь на швы с затиркой. Лимонная кислота, уксус это тоже кислота, а пищевая сода, разведенная в воде, это слабая щелочь, нейтрализующая, повреждающая действия кислот. Вместе они эффективны в борьбе с грязью, плесенью, ржавчиной и жирными пятнами. Камера телефона, может быть, и не очень хорошо передает момент очистки, но после проведения салфеткой грязь остается на ней и шов светлеет на глазах. Если нанесенная смесь успела подсохнуть, то просто еще раз намочить шов и протереть. А еще с помощью соды и уксуса я чистила светлый диван. На канале есть ролик об этом, зайдите и посмотрите. Результат отличный, он мне нравится. Вы, конечно же, можете чистить своими способами, из хлорка и другими известными покупными средствами популярных брендов. А этот способ хорош своей безопасностью, доступностью, без запаха и легко смывается. Перчатки все же оденьте, тем более, если есть повреждения на коже. Спасибо, что посмотрели это видео, всем удачи и всем пока! Спасибо!